МРТ и КТ срочно. Томография на весенний 10 в Серпухове с 8.00 и до 19.00 ежедневно. Мы проводим все виды исследований для взрослых и детей с 8 лет. Современные аппараты позволяют дать заключение в самых сложных случаях без перепроверки в течение нескольких часов. Наша репутация бесспорна. Нас рекомендуют врачи. В клинике ежемесячно действуют новые скидки. Узнать о них можно в печатных изданиях «Московский комсомолец в Серпухове» и «Общественная газета Серпухов», а также по телефону 8 800 101 8031. Томография на весенний 10 – это только качественная диагностика. Здравствуйте! Мы в студии программы «Новости». С вами Алисия Кенфеева. Сегодня в выпуске главной темы. Первые шесть счастливчиков. Глава вручил жилищные сертификаты детям-сиротам. На полевой идут работы. Итогом станет улучшение водоснабжения центральной части города. Информационные тумбы разрисованы, что грозит нарушителям. Большой шаг в самостоятельную жизнь. Первый в 2024 году. Шесть сертификатов на приобретение жилья были выданы детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Торжественные обстановки их вручил ребятам глава городского округа Сергей Никитенко. Волнение, радость и надежда. Для каждого человека перез в новую собственную квартиру – это знаменательное событие. Шестеро молодых жителей Большого Серпухова скоро станут полноправными хозяевами своих квадратных метров. Им вручили сертификаты на покупку жилья. С важным событием будущих новоселов поздравил глава Серпухова Сергей Никитенко. На мой взгляд, очень важнейшая программа. Для каждого человека это очень важно – иметь свою крышу над головой, свой клок, куда ты можешь прийти, где ты сможешь потом создать свою семью и спокойно, уверенно идти по жизни. Дорогие ребята, я искренне рад сегодняшнему событию. Поздравляю вас всех, вас, уважаемые опекуны, товарищи взрослые. Ну, конечно, ребята, желаю вам счастливой, успешной дальнейшей жизни. Им очень хотелось бы, чтобы жилье вы приобрели здесь, в Серпухове, оставались, а работали у нас. Ну, в принципе, это вам уже решать. Юноши и девушки уже в предвкушении нового этапа в жизни. Арина – студентка второго курса Серпуховского колледжа, учится по специальности коммерция. Потом планирует поступить в ВУЗ. Квартиру присмотрела поближе к колледжу. Я очень рада за такую возможность. Это очень хороший старт для будущего. Я хочу сделать ремонт под себя, чтобы все было уютно, красиво. Светлая комната, серый диван в центре. Я перееду с котом. Он первый зайдет в квартиру, все смотрит, оценит. В этот день ребятам и их опекунам сложно было сдержать эмоции. Я очень рада за это. Благодарю всех, кто нам помогает оформлять документы. Администрация, главе администрации, губернатору за такую оказанную честь. Рада за внучку, что она получит жилье, отдельное жилье. Будет проживать там сама себе хозяйка. Хотя я, конечно, не в стороне буду, но буду наблюдать за ней. Буду помогать, сколько у меня будет сил. Потому что я ее воспитываю уже 18 лет. Она у меня самая любимая внучка. У меня больше жить нет для кого, только для нее. На торжественном событии присутствовали и почетные гости. Среди них депутат Московской областной думы Татьяна Корзубова. Я поздравляю вас с этим сумасшедшим, приятным событием. Потому что иметь свой кровь – это очень много значит. Сделайте, я вам желаю, свое гнездышко уютным, красивым. Чтобы вы приходили домой и радовались своей квартире, своему дому. И дай бог, чтобы у вас всегда на столе был хлеб и соль. Сертификат выдается на сумму более 3 миллионов 800 тысяч рублей. Квартиру можно приобрести в любом населенном пункте Московской области. И сразу оформить свою собственность. Адресный подход, персональный подход каждому ребенку. Помогаем. На сегодня в основном у нас были детки, кому исполнилось 18 лет. Вот в этом первом месяце. В январе. В январь, февраль. Поэтому это очень удобно. Сертификат – это правда очень удобно. То есть они сами выбирают микрорайон, сами выбирают планировку. А мы, конечно, я благодарна сегодня, сказала, что я благодарна и сотрудникам администрации, и главе администрации. Потому что вот это наше коррекционное совместное действие, оно позволяет оперативно, быстро детям помогать. В этом году в рамках государственной программы в Серпухове обеспечит жилыми помещениями 33 человека. В дополнительном списке еще 11 ребят. В Серпухове началась перекладка аварийного участка водовода в районе улицы Полевой. После завершения работ улучшится водоснабжение центральной части города. На улице Полевой работает экскаватор. Специалисты водоканал-сервиса приступили к модернизации важного участка водовода. Здесь нередко случались аварии из-за изношенности старых труб. Когда мы говорим про водоводы, это имеется в виду, что это большой диаметр трубы, который транспортирует воду от узла к узлу. По этому водоводу вода подается в том числе в сторону Пятого, который обеспечивает централизованным водоснабжением центральную часть города. Здесь неоднократно были технологические сбои, поэтому на сегодня этот участок отключен от водоснабжения. Работы уже начались. Население, которое здесь находится рядом, и все объекты, воду получают. То есть нам локально удалось его перекрыть. Водоснабжение нигде не остановлено, оно подается. И работа начата после того, как этот участок будет парсонирован новыми трубами полиэтиленовыми, водовод будет запущен. Планируется перекладка около 100 метров старого чугунного и стального водовода на современный полиэтиленовый диаметром 315 мм, который не подвержен коррозии, а срок его службы составляет более полувека. Специалисты водоканал-сервиса проводят замену труб путем санации или методом труба в трубу. При такой технологии работы выполняют из входного колодца или стартового котлована без рытья траншей. Перед нами сейчас лежат трубы ПНД питьевые для хозбитовых нужд, которые будут предназначаться для ремонта полного участка от 47-8 до 41-го дома по улице Полевой. Санация – это труба в трубу. То есть аварийный участок испорченной трубы, будем проводить новую сертифицированную трубу. В этом году также в планах у водоканал-сервиса замена старых водопроводных труб в районе улицы Екатерины Дашковой – порядка 600 метров. Информационные тумбы на улицах Ворошилова, Дзержинского и на Первой Московской разрисовали хулиганы. И яркие афиши о предстоящих премьерах оказались изуродованными надписями-маркерами. Что грозит нарушителям, выяснился, моя коллега. Афиша об апрельском спектакле в Гортеатре буквально замазана черным маркером. Вандалы не пощадили и самого доброго клоуна Юрия Куклачева. Вот так неэстетично выглядел информационный объект в центре города на улице Ворошилова еще несколько дней назад. Неприглядно смотрится рекламная тумба на Дзержинского, микрорайоне Нагина. Судя по художествам, один стиль – одна рука. Напротив объектов есть камеры видеонаблюдения, и хулиганы явно попали в их поле зрения. Сейчас сотрудники полиции выясняют личности художников и что ими двигало. Действующим законодательством предусмотрено два вида ответственности. Запорчу чужого имущества являются административным и уголовным. К административному кодексу относится статья 7.17, если ущерб не превышает 5 тысяч рублей. Данное постановление рассматривает мировой суд. К уголовной ответственности относится статья 167, умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества. Вид наказания достигает до 5 лет лишения свободы. Напоминаем, что порча имущества, к которому, кстати, относятся и граффити, наказывается штрафом или административным арестом. Рекламные тумбы устанавливаются для информирования жителей и гостей округа о самых интересных мероприятиях, выставках, спектаклях, которые можно посетить. А они для хулиганских выходок подростков и молодежи, а, возможно, причастны к этому и взрослые люди. За совершение противоправных действий, связанных с порчей государственного имущества или осквернение зданий, предусмотрена статья 214 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вандализм». Санкция данной статьи в виде лишения свободы сроком до 3 лет. Потерпевший имеет право обратиться в суд с иском о взыскании виновника сумму причиненного материального ущерба. Если вы стали свидетелем того, как вандалы портят детские спортивные площадки, клумбы, разрисовывают стены и окна зданий, обратитесь в полицию по телефону, который сейчас видите на экране. В школе в Донках продолжается капитальный ремонт. На объекте ежедневно трудится порядка 25 человек. На сегодняшний день общая готовность выполненных работ составляет около 20%. Подрядная организация завершает оштокотуривание стен, демонтаж и приступает к следующим этапам ремонта. В настоящее время основной строительный акцент уделен полам. Рабочие укрепляют фундамент, вкручивают сваи. На них устанавливают металлические дутавровые балки. Сверху укладывают профлист, на который уже вяжется арматура. На втором этаже полы уже утепляют, подготавливают к бетонированию. На следующей неделе приступят к установке новых окон и подготовке к чистовой отделке. Школа практически будет выстроена с нуля. Остались только стены этой школы. Полы, потолки, некоторые плиты потолочные заменили. Полы вот сейчас заливают, утепляют. Система вся отопления, канализации, все будет заменено полностью. Соответствовать будет современным стандартам. Родители, конечно же, интересуются ходом проведения ремонтных работ. И мы надеемся, что 1 сентября мы, конечно же, вернемся в нашу любимую школу, уже отремонтированную, обновленную. Пока в школе идет ремонт, ученики с 5 по 11 класс переехали в здание напротив, в корпус начальной школы. Современное образовательное учреждение, где будет и новая мебель, и оборудование, ожидает ребят уже в следующем учебном году. Окончание всех строительных работ запланировано до 1 сентября. Воспитанницы творческого объединения «Школьное телевидение» стали победителями Всероссийского конкурса школьных журналистских работ «Сердце дома». Церемония награждения проходила в Москве. Всего на конкурс было прислано более 500 работ из 70 регионов страны. Оценивали их жюри по трем номинациям. Анастасия Сурова и Ульяна Габдурашитова победили в номинации «Лучший видеоматериал». Знаете, очень рада, что нас сюда пригласили. Это для нас большой опыт и большая честь. Более 500 работ, а мы стали первыми. Это очень круто. Работа девчонок называется «Маленькая история о настоящих людях». Этот специальный репортаж вышел в эфир в прошлом году. Уже получил несколько наград, в том числе и международную. «Маленькая история о настоящих людях» – рассказ о добрых людях, их добрых поступках. Если кто-то не видел данную работу, вы можете найти ее на ютубе. «Русский левша» приехал в Серпухов. В музейно-выставочном центре открылась выставка «Микроминиатюр. Шедевры микроискусства» новосибирского мастера, доктора физико-математических наук Владимира Анискина. Рекордсмена книги рекордов России. Чтобы разглядеть экспонаты, нужно смотреть в микроскоп. Обычным глазом ничего не увидеть. Караван верблюдов в игольном ушке, роза внутри волоса. Рисунки и тексты, написанные на рисовых и маковых зернышках и яблочных косточках. Все эти предметы можно назвать самыми маленькими в мире. Мы сейчас с вами находимся на выставке шедевра микроискусства. Это очень интересная выставка, познавательная выставка. В принципе, это техническая выставка. Здесь представлены микроминиатюры. Это такое искусство, которое сформировалось практически к концу XX века. Мы знаем, что в XVI веке уже существовали микроскопы. Но как искусство, оно появляется, лишь только формируется в советский. Конец XX века, оно уже сформировано. Благодаря, конечно же, той науке электроники, которая появляется. Микроминиатюрой новосибирский мастер Владимир Анискин начал заниматься в 1998 году. В его коллекции сейчас более 250 работ-невидимок, которые можно разглядеть только при помощи микроскопа. На выставке в музейно-выставочном центре представлены 40 миниатюр. Здесь есть самая маленькая копия монеты, которая занесена в Книгу рекордов Гиннеса. Сложность заключается в необходимости работать с мелкими объектами. Ими очень мешает биение собственного сердца. Если мы успокоимся, будем держать инструмент ровно, спокойно, нас никто и ничто не будет отвлекать, то мы увидим, что инструмент начнет трепыхаться в такт биения сердца. И это биение импульсное, и амплитуда этого биения порой превышает размер обрабатываемой детали. Поэтому особо тонкая работа выполняется между ударами сердца. Этот вид искусства настолько редкий, что во всем мире им владеют всего лишь 11 человек. Шесть мастеров живут в России и на территории постсоветского пространства. Владимир Анискин – один из них. Микроминиатюра – это мое хобби. Основная моя деятельность – это наука. Я доктор физико-математических наук. И моя научная деятельность очень тесно переплетена со всем тем микро, что я делаю. Все эти работы можно увидеть в музейно-выставочном центре до 21 апреля в будние выходные дни. Кроме этого, мы по субботам в 11.00 проводим акцию «Экскурсия по цене входного билета», где вам с экскурсоводом расскажут о всех тех предметах, о всех работах, о принципах работы технических устройств, с помощью которых и создаются эти микроминиатюры. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте музейно-выставочного центра в разделе «Выставки». А на сегодня это все. Далее прогноз погоды. Отслеживайте свежую информацию в наших социальных сетях. Удачи и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!